Пять юных красавиц или Брюс и девушки владеющие кунг-фу. Значит, вы говорите, что когда брали деньги, то и не подозревали о том, что там находится кто-то еще. Я огляделся по сторонам и никого не увидел. Так что я уверен, что это был невидимый вор. Я пытался его задержать, но он оказался сильнее, ударил меня по голове. Но как он забрал деньги? Я клянусь, вы мне не поверите. Но я собственными глазами видел, как мешок с деньгами сам по себе взмыл в воздух. Мистер Чао, мы займемся вашим делом. Спасибо. Мне нужно идти назад. Сегодня очень плохой день. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Простите, сэр. Вас просит к себе комиссар. Лучше принимайтесь за отчет. Я скоро вернусь. Есть. Ну? Как продвигается расследование? Опять тот же преступник? Да, это снова он. Уже пятое преступление за месяц. Мы живем в век технологий. И использование их преступниками было лишь вопросом времени. Технологии окружают нас. А мы отстаем. Так дело не пойдет. Я хочу, чтобы ты как можно скорее раскрыл это дело. Будешь работать даже в свободное время. Есть, сэр. Извините меня, мне нужно сходить в лабораторию. А-а-а! А-а-а-а! Что происходит? Что это вы удумали, только девушек пускают в этот бассейн? И зачем вы его преследуете? Что-что? Если в этот бассейн пускают только девушек, так кто же нам помешает? Ты ведь всего лишь девушка, так что лучше не лезь. Или пострадаешь. Так что заткнись. Ребята, возьмите её. Всё, всё, всё. Ай! 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 Поехали! 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 Кто? 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 Ааааа! Ааааа! Ааааааа! Меня очень жаль, дамы. Произошло недопонимание. Дальше я сам разберусь с этими ребятами. Пошли. До свидания. Идём. Они сами напросились на неприятности. Спасибо, мисс. Да ерунда. Они гнались за мной, мне пришлось забежать сюда. Но почему они хотели вас избить? Я изучаю физику, и в прошлом году в научном журнале я опубликовал особую формулу. Те ублюдки хотели воспользоваться ей, чтобы совершать преступление. Я отказался им помочь, и поэтому они собирались избить меня. Но зачем она им? Что это за формула такая? Это долгая история. Дамы, я как-нибудь в другой раз вам всё объясню. Хорошо. Если они снова вам будут докучать, и вам потребуется помощь, то вы сможете найти нас в новом оздоровительном центре на Шин-Кан-Роуд. Мы с радостью вам поможем. Точно. А если мы не сможем вам помочь, то поможет наш дядя, он полицейский. Нет, спасибо. Вмешательство копов мне ни к чему. Но это их работа, помогать людям, простите. Понимаете, вызывать полицию, правда, ни к чему. Я пойду. Большое вам спасибо. Я зайду к вам в субботу. До свидания. До свидания. До свидания. Вы просто никчёмны. Позволили нескольким девчонкам избить себя. И позволили скрыться тому ублюдку. Тебя там не было. Там было слишком многолюдно. Я же не мог убить его у всех на глазах. Те девчонки и правда так хороши? Что-то мне не верится. Не могут они быть настолько хороши. В конце-то концов, они лишь девчонки. Как ты знаешь, я уже давно вращаюсь в этих кругах и знаю всех приличных бойцов. Вот надо мной ещё никому не удавалось одержать верх. И я никогда о них не слышал. Ну, возможно, они только-только приехали из-за границы. Эй, босс, я тут навёл о них справки. Они и правда приехали из-за границы и только что открыли оздоровительный центр. Сестра, но это ведь ты вмешалась? Я не хотела вас в это вовлекать. Просто я не могла оставаться в стороне и позволить, чтобы им всё сошло с рук. По правде говоря, мне кажется, что вмешаться ты решила не потому, что они тебе не понравились, а потому что тебе понравился тот молодой человек. Похоже, ты влюбилась. Как ты смеешь? Ничего подобного. А ну-ка, повтори, и я тут же заставлю тебя пожалеть о сказанном. Сестра, ты ведёшь себя неблагоразумно. В каком смысле? В том, что она права. С того самого утра ты сама не своя. Да, она права. Ты даже аппетит потеряла. Похоже, она кое-по кому скучает. Ладно. Если вы закончили анализировать мою любовную жизнь, лучше давай-ка повтори. Давай. Повтори. И я покажу тебе, как меня донимать. Сестра, прекрати, мне больно. Осторожнее, руку больно. Будешь теперь знать, как дразнить меня? Соппинг. Что ты делаешь на полу? Давай, вставай. Что с тобой такое? Сестра, какая же ты жестокая. Всегда ты измываешься надо мной. Сестра, а почему ты нас этим приёмом не обучишь? Если я вас им обучу, то вы их против меня использовать будете. Вот именно. Вы и без того опасные противницы, девочки. Дядя. Давненько ты к нам не заглядывал. Я был занят. Невидимого вора ловил? Так точно. Дядя, позволь нам помочь тебе. Спасибо, если сможете раздобыть какую-нибудь информацию, то окажете мне неоценимую помощь. Нет, мы хотим помочь тебе арестовать этого вора. Этого я вам позволить не могу. Вдруг что-то пойдёт не так, и что же я скажу потом вашей матери? Дядя, не стоит переживать. Несмотря на то, что мы девушки, с невидимым вором мы в состоянии справиться. Мы предлагаем тебе свою помощь. Пожалуйста, позволь нам помочь тебе. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Но сперва я должен переговорить с комиссаром. Ну, я пойду. Вот письмо от вашей матери. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока. Пока, дядя. Давайте, идите сюда. Она внутри. Идите прямо. Спасибо. Это вы? Точно. Спасибо за то, что помогли мне тогда. Я принёс вам подарки. Правда, не стоило. Это вам. Это вам. Это вам. И это моё. Большое спасибо. Сестра, лишь мгновение назад ты кричала и избивала нас. А теперь ты такая тихая, что язык проглотила. Давай, скажи хоть что-нибудь. Давай. Давай. Мне нужно идти. Вот моя визитка. И ещё раз. Спасибо за помощь. Пока. Визитку он свою оставил. Всем нам. Тебе повезло. Субтитры подогнал «Симон» Мэй-чен. Субтитры подогнал «Симон» Мэй-чен. Мэй-чен. Куда это ты? Мне... Мне необходимо сделать одно важное дело. Мне пора идти. Пока-пока. Эй, Минг. Ты тоже уходишь? Мне необходимо сделать одно важное дело. Мне пора идти. Пока. 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 Сестра. Одна из них забрала мои туфли. Можешь одеть мои. Спасибо. Ну что? Ты тоже уходишь? Мне необходимо... Тебе необходимо сделать одно важное дело. Я права? Пока-пока. 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 Продолжение следует... 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 Простите, мисс... Продолжение следует... 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 Ай! Вот, ешь! Ай! Меня-то за что? Вот, поешь! Постой, постой! Я сам! Простите, мисс! Вы могли бы позже проехать в управление? Конечно! Спасибо! Спасибо! Ну хорошо, пошли! Сестра, мой именинный торт испорчен! Мы купим тебе другой! Это были те же ублюдки, что и в прошлый раз! Думаю, с нами они больше связываться не станут. Музыка Музыка Ваша мать скучает по вам. Хочет знать, когда вы вернетесь домой. Дядя, ты должен понять, я пытаюсь поставить на ноги свой бизнес. Как я могу вернуться домой в такой момент? Но я же не могу взять и бросить своих учеников. Точно? Дядя, мы же не беспомощные девушки. И к тому же, изучать кунг-фу, по крайней мере, полезно. Мы не хотим только лишь постоянно прихорашиваться и мужей себе искать. Мы хотим чем-нибудь полезным заняться? Дядя, нам очень скучно. Ты ведь хотел узнать у комиссара, можно ли нам помочь тебя поймать невидимого вора. Точно, дядя? Ты обещал спросить его, можно ли нам тебе помочь? Ну, что он ответил? Можно нам тебе помочь? Я по-прежнему не уверен. Это ведь может быть опасно. Я не смею рисковать вашей безопасностью. Дядя. Уверена, мы тебя удивим. Мы в состоянии позаботиться о себе. Да. Ну хорошо, хорошо. Я знаю, что вы эксперты в области кунг-фу. Я дам вам задание. Суперинтендант. Суперинтендант. Очередное ограбление. Вот адрес. Суперинтендант. Я осмотрел и первый этаж, и второй. Нет ни одной зацепки. Ясно. Расскажите мне, во сколько это произошло? Я помню, что как раз перед рассветом. Давайте успокойтесь и расскажите мне все, что видели. Даже малейшая деталь может оказаться очень полезной. Вчера я довольно поздно вернулся домой. В квартире я был один. Это я не могу посмотреть. Там ты. Кто там? Это я. Ты что, призрак? Я ничего плохого не сделал. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. На помощь. Замолчи. Смотри на меня. Как? Как? Ты же невидимый. Да, точно. Ты же меня не видишь. Делай, что скажу, и я не причиню тебе вреда. Отдай мне все свои деньги. У меня ничего нет, сегодня я не снимал деньги. Все вы богачи одинаковые, постоянно притворяетесь бедняками. Думаешь, я не в курсе, что ты сегодня продал часть своих акций? Да, но деньги я внес на счет в банке. Лжец. Я просмотрел твой банковский счет. А теперь живо. Неси все свои деньги. Хорошо. Хорошо. Быстрее. Я ключ забыл. Сейчас схожу за ним. Стоять. Выкинешь какой-нибудь фокус и пожалеешь, понял? Да. 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 А теперь дай сюда портфель. Эй, эй. 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 Так все и было. Правда. Но это невозможно. Эй. 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 Ну хорошо, господа. Эй. 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 Комиссар, суперинтендант, это невидимый вор. Я полагаю, вы уже вплотную занимаетесь моим делом. Но не стоит тратить свое время попусту. Вы ни за что не сможете разгадать эту загадку. И чтобы доказать это вам, сегодня в 9 часов я ограблю дом мистера Чао Пан Кинга. Вы тоже приглашены. Вам, дуракам, никогда меня не поймать. Сэр, вас желает видеть Комиссар. Суперинтендант, появились ли какие-либо зацепки касательно этого дела? Пока нет. Суперинтендант, то вы не скажете мне, какая в общей сложности была украдена сумма? 500 тысяч долларов и никаких зацепок у нас по-прежнему нет. Нет? Вы говорите, что вор полностью не видим? Это так. Так что увидеть его здесь сегодня вам точно не удастся. Суперинтендант, простите. Никаких зацепок у нас по-прежнему нет, но как только ситуация изменится, я вам об этом сообщу. Как продвигается расследование? Зацепок по-прежнему нет. На меня наседает начальство, что мне им сказать. А еще преступник нам запись прислал. Нас выставляют на посмешище. Дядя. Раз уж мистер Чао отказался от полицейской защиты, то тебя это не должно больше заботить. Еще как должно. Это ведь мой долг защищать население. Что бы он там ни говорил. Придется нам справляться без его помощи. Выбора нет. Так возьми и нас с собой. Мы тебе поможем. Вы слишком мне дороги, девочки. Дядя. Ты должен согласиться. Дядя. Не нужно переживать. Мы тебя не подведем. Мы подождем снаружи, постоянно будем у тебя на виду. Ты согласен? Дядя. Ну хорошо, хорошо. Но смотрите, чтобы никто не пострадал. Да, я все поняла. Пойду сестрам расскажу. Пока, дядя. Что там происходит наверху? Ничего. Господин, хватит переживать. Я теперь здесь, и я повсюду расставил своих людей. Господин, эти двое мастера кунг-фу. Они за вами присмотрят. А я пойду проверю, как дела снаружи. Зовите, если что-нибудь произойдет. Этот невидимый вор. Очень опасен. Господин, не нужно переживать. Ведь я теперь здесь. Ага. Ага. на помощь это ужасно ужасно я только что видела здоровенную мышь наверху помоги мне пожалуйста мышь это было ужасно просто ужасно детка не бойся ведь я здесь убирайтесь отсюда убирайтесь очнись очнись давай очнись быстрее что здесь происходит он упал в обморок из-за чего я не знаю ну давай просыпайся давай вставай вставай идем внутрь ты в порядке давай просыпайся босс 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 бор здесь он прошел мимо охраны что же нам делать ничего страшного у нас оружие есть нет мне так страшно дорогой мне так страшно успокойся а и 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 Не бойся. Я не причиню тебе вреда. На помощь, на помощь. Умоляю, умоляю, не причиняй мне вреда. Пожалуйста, не причиняй мне вреда. Давай все обсудим. Я отдам тебе все, что захочешь. Успокойся. Я же сказал, я не причиню тебе вреда. Просто делай, что скажу. Хорошо, я сделаю все, что скажешь. Скажи-ка, это твоя любовница? Хочешь сказать, она тебе нужна? Так забирай, забирай. Грязный ублюдок. После всего, что я сделала для тебя. Я знаю, что ты снял со счета 200 тысяч баков и купил картину. Отдай ее мне. Но она у меня не здесь. Ерунда. Я знаю, что она где-то здесь. Хватит в игры играть. Давай ее сюда. Я клянусь, я не стал бы тебя обманывать. Если ты продолжишь лгать мне, то у меня не останется другого выбора. Хорошо, отдам. Сейчас отдам. Подожди. Быстрее. За ним. За мной. Дядя, он сбежал. Пропустите. Офицер. Слава небесам, что вы появились так вовремя. Спасибо, спасибо, большое спасибо. Это мое. Мистер Чао. Вся ваша защита ничем вам не помогла. Мистер Чао, не переживайте, теперь все в порядке. Но я буду вам очень благодарен, если впредь вы будете звать нас. Да, конечно. А теперь проедем, пожалуйста, в управление. Но зачем мне туда ехать? Чтобы ответить на несколько вопросов касательно этой картины. Это ведь предмет нашего национального достояния, уже несколько лет разыскиваемый властями. Это краденая собственность. Боже мой. КОНЕЦ Пойдем к ним. Ну хватит, хватит, не ссорьтесь. Кидай мне. Это 5-0-5. Это суперинтендант. Позови Кулин. Сестра, с тобой дядя поговорить хочет? Иду. Дядя? Это Кулин. Что-то случилось? Мне нужна ваша помощь. Из Америки прибывает товар. Мне нужно, чтобы вы обеспечили его охрану. Жду вас в 5. Ясно. Не опаздывайте. Не переживай, мы будем там. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. 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 Сестра. Я больше не могу идти. Я так устала. Я уверена, мы уже недалеко. Давай, идем. Пошевеливайтесь Вон они Вон, видите? Мы пришли, я же говорила, что уже недалеко Идем Бежим Смотрите, какие палатки Все палатки вон там Идите, выбирайте Смотрите Смотрите, какие палатки 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 Нападем, пока они все спят Вперед 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 Что происходит? Мне-то откуда знать, черт подери Но визит явно не дружеский Я еще вчера подумала, что они недобро замышляют Просыпайся, давай, просыпайся Да отстаньте вы от меня М? Да, в таком случае М? 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 Ааааа! Держите его! Пожалуйста, отпустите меня! Кто послал вас? Говори! Хорошо, хорошо! Господа Бен Фэй и Чао! Зачем им это? Они хотели, чтобы мы задержали вас! Проваливай! Идите сюда! Проклятье! Все это связано с лунным камнем! Нам нужно скорее возвращаться назад! Скорее всего, дяде потребуется наша помощь! А почему нас только четверо? Она еще спит! Ну так разбудите ее, нам нужно возвращаться! Мама? Я... Я так устала! Я хочу спать! Я хочу спать! Я хочу спать! Ну хорошо! Завтра суббота! Будет много посетителей! Будьте готовы к неприятностям! Есть, сэр! Переживать не о чем, наша служба безопасности во все оружие! Суперинтендант! Лучше призовите на помощь тех девушек, они доказали свою пригодность! Хорошо! Они помогут мне с обеспечением безопасности! Я хочу спать! 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 Так? Так точно, сэр! Ну хорошо! Я поехал домой! Звоните, если что вдруг произойдет! Да, сэр! Все сюда! По местам! Слишком уж далеко они с этим зашли! Зачем столько охраны для того, чтобы какой-то лунный камень охранять? Ходят слухи, что камень возможно станет следующей мишенью невидимого вора! Ты в порядке? В чем дело? Ты в порядке? Газ! Ну, господа! Еще какие-либо вопросы имеются? Суперинтендант! Лунный камень пропал, и вам придется взять ответственность за происшествие на себя, и американцы будут очень недовольны! Все не настолько серьезно! Суперинтендант! А как насчет людей, уже купивших билеты? Вы им вернете деньги? Этого делать не придется! Они ведь по-прежнему смогут посмотреть шоу! И увидеть воочию лунный камень! Но его же украли! Неужели вы собираетесь обтурить зрителей? Все обстоит несколько иначе! Мы ведь не глупцы! Настоящий камень был спрятан! Понятно! В первый день на показ вы выставили репродукцию, чтобы заманить вора в ловушку! Именно так! И теперь, зрители смогут увидеть настоящий лунный камень! Значит, украденный камень был фальшивкой! Ну, если украденный камень был фальшивкой, каким же образом вы собираетесь защитить настоящий камень? Мы разработали превосходный план обеспечения безопасности! Конечно же, всех деталей я раскрыть вам не могу! Но если невидимый вор все же заявится, его будет поджигать несколько сюрпризов! А если люди прознают о том, что первоначальный камень был не настоящим, они могут устроить скандал! Ну, это все же лучше преждевременного ухода на пенсию! Ну, хорошо! Если больше никаких вопросов у вас не имеется, я хочу поблагодарить вас за то, что пришли! И пожалуйста, приходите завтра на выставку лунного камня! Спасибо вам за помощь! Я пойду, сэр! Ну, до свидания! Я полагаюсь на тебя! Не подведи меня! Не переживайте! Пенсии вы не лишитесь! Ха-ха-ха-ха-ха! Сестра! 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 Сигнализация готова! Можешь проверить! Хорошо! Очень чувствительно! Теперь займемся этой стороной! Ха-ха-ха-ха-ха! Здравствуйте, дамы! Как дела? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Все готово? Ха-ха-ха! Да, сэр! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Очень чувствительная сигнализация! Это хорошо! Очень хорошо! Мисс Ли Фэй! На этот раз не советую ему меня подводить. Если снова принесет мне фальшивку, я прикажу его убить. И передайте ему вот это! Есть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочкам удалось взять вора Девочкам удалось взять вора Я обычный студент Я не хотел этим заниматься Я знаю, что виноват Я все это совершил, и мне так стыдно Это долгая история Все началось Когда мы встретились с вами впервые в бассейне Мистер Лу, расскажите нам всю правду Мы устроим вам справедливый суд Если вы во всем сознаетесь, то судья примет это в расчет Смельчает приговор Вы ведь так молоды Я все вам расскажу Мне теперь нечего скрывать Но вы должны мне поверить Меня вынудили все это сделать Несколько месяцев назад, когда я закончил колледж Меня похитили гангстеры Но мне удалось от них сбежать Как раз в тот день, когда вы спасли меня у бассейна Мам Мам Я не знал, как мне поступить Сперва я хотел обратиться в полицию Но Потом я испугался, что они об этом узнают И убьют мою мать И вместо этого Я решил пойти поговорить с их боссом Рада тебя видеть Ни о чем не переживай С твоей матерью все в полном порядке Но будет ли все так и дальше Решать тебе Понимаешь? Никуда не уходи Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня Я хочу убедиться, что с моей матерью все в порядке Как же ты глуп для такого умного человека Если сделаешь, что я велю И передашь мне свою формулу Вы с матерью сможете уйти отсюда И даже получите за это хорошую компенсацию Всю оставшуюся жизнь вы не будете ни в чем нуждаться Я не могу Я не могу так рисковать Вы ведь сможете творить ужасные вещи с помощью моей формулы Ну хорошо Раз в этом ты мне отказываешь То сделай кое-что другое Что? Скажу, когда придет время Не волнуйся, убивать тебе никого не придется Хорошо Я согласен Но я должен Увидеть свою мать Хорошо Я позволю тебе увидеться с ней Отведите его к ней Она внутри Мам 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 Сынок Мам, с тобой хорошо обращаются? Со мной все в порядке Но помни, ни в коем случае не отдавай им свою формулу Ни в коем случае не отдавай ее им Мам, ты меня слышишь? Ни в коем случае не отдавай Мам, мам, мам Значит, все эти окропления, включая кражу лунного камня, тебя вынудили совершить? Да Но больше всего их интересует именно лунный камень Расскажи мне поподробнее об их организации Она очень крупная За ними стоит какой-то иностранный преступный синдикат Здесь у них несколько адресов, но мне известны лишь два места Одно это склад, где скрываются гангстеры А второе это загородный дом Стоять! Что тебе здесь нужно? Вы же вызывали массажистку, вот я и приехала Мы вызывали? Возможно, босс вызвал Иди за мной Спасибо Спасибо Поживее Да, сэр Массажистка приехала Массажистка? Ты что, массажистку вызвал? Нет Никто ее не вызывал? Никто? Мистер, кто-то из вас вызвал массажистку? Мы же только что сказали тебе, что никто никого не вызывал А теперь проваливай Ладно, ладно Хорошо, раз уж она здесь, то я не откажусь от массажа Ну а вы, чего пялитесь? Давайте, валите отсюда А у тебя симпатичное личико Полегче, полегче Простите Простите Эй, ребята, видели? Массажистка боссу спуску не дает Копы Копы приехали Не с места, полиция Быстрее, за ним Стоять 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 Да Что? Правда? Ясно, сейчас передам Эй, босс На склад набедалась полиция А сейчас направляется сюда Что будем делать? Стало быть, он нас сдал Проклятье Не ценит он жизнь своей матери Ну хорошо, давайте избавимся от этой старухи Эй, босс Эй, босс Ну вам-то массаж сделали Можно теперь и мне Тупой болван Идем А теперь мне массаж сделаешь Поосторожнее там, у нее очень крепкие руки Тупой болван Тупой болван Тупой болван Тупой болван Стоять Стоять Тупой болван Зато Ааааа! 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 Аааа! Аааа! Аааааа! Ааа... Аааа... Ааа... Игорь! Эй, сестра! Быстрее, увези ее отсюда. Идемте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Нет Быстрее, за мной Забирайте его Отвезите его в управление Дядя, он здесь не самый главный Идем за мной Это должно быть лаборатория Только вот мы опоздали, судя по всему Мы даже не знаем, как здесь все работает Ты как раз вовремя Быстрее, посмотри, как все это включить Сделай что-нибудь Проклятье, вся аппаратура уничтожена Проверю, работает ли до сих пор ультрафиолет По-прежнему работает И установкой недавно пользовались Кто-то стал невидимым Проклятье Она стала невидимой Скорее всего, она отправилась за лунным камнем Нам нужно поспешить Бежим Но долго невидимая Она не пробудет Я заставлю ее стать видимой Стоять Боюсь, вы опоздали Лунный камень уже у меня Тебе не сбежать Здесь все под напряжением Под напряжением Хватит витать в облаках Я уже отключила вашу систему А иначе как бы я открыла сейф Посмотрите У меня на поясе динамит Если кто-нибудь из вас пошевелится Мы все взлетим на воздух Хорошо Что ты от нас хочешь? Я хочу уйти отсюда Пропустите меня Дядя, что же нам делать? Проследим за ней Ясно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дядя, а вдруг она уплывет на лодке? Не переживайте Прибрежный дозор уже в курсе происходящего Суперинтендант Прибрежный дозор готов к действию Дядя Но мы так близко Позволь нам ее обезвредить Давай Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, бегите уже, а то на самолёт опоздаете. Дядя, вот мы выполнили свою работу, вознаграждение так и не получили, а ты ещё и спроваживаешь нас отсюда. Вы и так живёте здесь уже очень долго, ваша семья по вам соскучилась. Мы приедем к тебе в гости на следующий год. Когда вы приедете в следующий раз, надеюсь, я уже буду на пенсии. Дядя, когда выйдешь на пенсию, приезжай ко мне в Японию. Там слишком холодно, а для холода я уже слишком стар. Дядя, тогда приезжай ко мне в Штаты, я о тебе позабочусь. Америка страна для молодых. Значит, ты вообще не собираешься уезжать? Я вернусь обратно на Тайвань. Там я счастлив. Ясно. Мой сын подумывает о том, чтобы переехать туда. Начинается посадка на рейс 781, направляющийся в Токио и Сан-Франциско. Всех пассажиров просим пройти на посадку. Ну давайте, бегите, а то опоздаете на самолет. Хорошо. Да где же она? Самолет с минуты на минуту взлетает. Дядя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 不要忘記我倆誓言 舞蹈一生珍重再見 但願我們朝日相見 конец